Дочь этой женщины внезапно исчезла, оставив после себя прощальное письмо. У меня всё опустилось, я всё прокрутилась в голове, самое худшее. Уходя из дома, Светлана знала, что может и не пережить побега. Я знала, что я могла умреть в самолёте, но я всё равно переборолась опять через страх. Куда пропала девушка, мать узнала через несколько дней от незнакомого мужчины. Не знаешь, где твой ребёнок, что с ним. Так куда сбежала девушка и почему её до сих пор держат под замком? Сегодня здесь, в этой студии, появится человек, который уже больше месяца удерживает Светлану. Но сможет ли мать вернуть себе дочь? Тема нашей сегодняшней программы «Сбежала в тюрьму». Это говорит Украина, здесь, на телеканале «Украина». Я Алексей Суханов. Здравствуйте. Давайте прежде всего поприветствуем Наталью, которая приехала к нам из Москвы. Она уже больше месяца не видела и ничего не слышала о своей дочери. Всё, что она знает к этой минуте, это информация от человека, который находится здесь, в Украине. Кто этот человек, который причастен к исчезновению её дочери? Давайте поддержим Наталью. Так что же это за человек такой? Не знаю, он не представился. Первое, что пришло на ум, что дочку, может быть, выкрали. Выкрали? Он просто сказал, что ваша дочь у него? Да, в Украине. Внимание на экран. Наталья працюет финансистом в одной из московских компаний. Женка – справжняя бизнес-леди. Весь час у работе. Самостійно поставила на ноги дітей-двійнят. Человек пішов із сім'ї, коли вони були ще підлітками. Завістю я смотрела на тих родителей, которые вместе. Везли коляску, гуляли с детьми. Діти виросли, вступили до університету і переїхали в своє окреме житло. Поддерживаю, как маленьких, поскольку дети до сих пор не самостоятельные. Месяц тому Наталія, як завжди, набрала дочин номер. Але телефон дівчини був вимкнений. Женка розхвалювалась і поїхала до неї додому. Там нікого не було. На столі її чекав лист. Так що було в цьому письмі, Наталія? В письмі дочка розказала, що вона рішила поїхати в Україну, взяла свою собачку любимую. Поначалу був просто шок. Я не знала, що робити, куди званити, куди біжати. А контакти вона ставила? В письмі, да, були контакти і номер скайпа. Ви по ним стали званити, по цим номерам? По скайпу. Тобто, після прочтення письма, ви сразу же позвонили по скайпу? Да. І? Человек ответил мене, що... Мужчина? Мужчина, да. Що дочка знаходиться в Україні. Як? Почем? Зачем? Вопрос не тільки к цьому чоловіку, но і к своєй дочери. Почемо она так поступила і уехала так далеко? Так, як же в цей истории, крайне загадочной і неожиданной для Натальи, оказалась замішана другая дівушка із Белоруссії. Що ви знаєте об цій дівушці? Об цій дівушці також моя дочка написала в письме. В тому числе то, що, в общем-то, сподвигла ця дівушку так поступити. Ви ведь о неї до цього не знали, об цій дівушці із Белоруссії. Ваша дочь о неї вам вообще нічого не розповіла? Не говорила. Скажіть, раніше ваша дочка делала щось подобне без предубереження? Нет, такого не було. Ніколи? Це в перший раз случилось. Ви всегда були в курсі всех дел дочки? Да, де она ходиться, с кем і чим занимається. Але що це за мужчина і зачем вже більше місця он одержаває дочь Натальи? Звичайно він з'явиться тут, в цій студії. Наталья, я знаю, що ваше дочка, вона від з двійняшок. У нього є є брат. Так, як його звуть? Сергій. Сергій. Як Сергій отреагував на исчезновение сестры? Ну, він був теж також возмущений, так, як і я. Волновався, тому що... Тобто він теж, Сергій, теж не знав о планах? Естественно, нет. Сергій не знав. Обычно ведь двійняшки, вони так чуствують друг друга. Общаються тесно, да. Вони доверяють друг другу і розказываються свої секрети. Але в цей раз не з'явило цього. Він об цьому нічого не знав. А які у вас були личні отношения з дочією до від'їзду? Я не заметила, щоб вона що-то скрывала, тому що доча мені завжди все розказувала. Можливо, не все, конечно. Тобто у вас були такі окровенні, прям, доверітельні отношения? Доверітельні, да. А як часто ви ссорились? В останнє время, наверное, чаще, чем обычно. Почему? Света в останнє время грубила, резко отвечала. Сьогодні вам придеться узнать очень много тайн о вашій дочери. Того, що ви, очевидно, не знали или не замечали. Ви готовы к цьому жёсткому разговору? Я готова. Дуже, якщо признання вашої дочери Свети будуть слишком страшними і обидними для вас? Це моя доча, мені придеться це принять. Те письмо, яке ставила вам Света после своєго исчезновення, і вона попала к нам в руки. Ми ведь його можемо показати? Пожалуйста. В почеркі Светланы скрыто действительно дуже багато тайн. О чому довгое время молчала наша главна героиня? І якого відкровення в цьому письмі увидел наш спеціаліст? Перед тим, як я приглашу сюди, в цю студію нашу следующую гостью, я хотів би обратити ваше внимание на екран. Будьте добры. Вот эти слова дочь Натальи написала совсем чужій девушці. Але почему именно этой девушці Светлана відрішилася відкрити всі свої тайн? Давайте же встретим Алину, ту саму девушку із Беларусі. Прошу вас. Алина, як ви познакомились з дочерю Натальи, Светланой? Ну я, як і Света, страдаю від анорексії. Она нашла мене на форумах. Подождіть, а у Светланы анорексія? У Светланы анорексія? Да. Она нашла мене на форумах і написала мене. Внимання на екран. Алині 24 роки. Вона тренер із фітнесу. Спортом займається з підліткового віку. Спорт – це для мене життя. От, я з 10 років займалася волейболом. Торік прагнення бути в ідеальній формі стало для Алини нав'язливою ідеєю. Дівчина збільшила фізичні навантаження і підібрала для себе жорстку дієту. Схудла до 41 кілограма. А далі почалися проблеми зі здоров'ям. Худоба, як наркотик. Чим ти худеє становишся, тим тебе все більше і більше хочеться. Аліна вирішила поїхати до Києва на лікування. І їй вдалося набрати 10 кілограмів ваги. Повернувшись до Білорусі, написала про це в соціальних мережах. Там і познайомилася зі Світланою, донькою Наталією. Дівчина повідала їй про знущання, яких зазнала від близьких людей. Так що це були за здівництва, Алина? Їе два рази вложили в психбільницю, без її відома, обманним способом. Тобто ввели просто на обслідування і залишили. Кто це робив? І залишили. Ну, як вона говорила, мама. Це так, Наталія? Ну, це було, коли Світі було 13 років, врач мені сказав срочно Свету помістити в определенну больницу. А по-другому никак нельзя було. Скажіть, Алина, в цей раз Светлана теж заподозрила, що її обманом хочуть впить в психіатрическу клініку? Та, вона дуже боялась, що її опять положат в психіатрическу клініку. Вона понимала, що їй потрібно другое лечение. Неделю вона нічого не їла, дуже плохо себе чувствувала, умирала просто. І вона понимала, що вона сама не справляється. Скажіть, а коли Ваша дочка почала ходити, з-за чого це почалось? А впервые це случилось после похода в Геленджик. У нас в школі походи осуществлялись для учеников, і Света захотела в цей поход отправитися. І вот по возвращенню із Геленджика, ви заметили, що Света почала угасати. Я думала вже о самому худшому, що відбувалося физическое насилие. Її знасилували, ви подумали? Нет, ми вияснили, нет. А ви подумали именно об цьому? Я подумала обо цьому, в тому числе об цьому. Через какое-то время ми почали находити то припрятані булочки. Булочки? Ну, булочки, печенье. В містах... Тої т.е. она не їла, а прятала? Ну, виходить так. Стали їй задавати вопросы, але Света не отвечала. І після ви її решили упечти в психіатрическую клінику? Не упеч, а по, так сказать, рекомендації врачей. Через какое время? Где-то, наверное, месяца 3-4 прошло. Т.е. 3-4 місяці ви наблюдали то, как ваша дочка распихивает по углам булки? Не наблюдали. Ми не сидели сложа руки. Ми ходили к психологам. Но це не допомогало. Скільки тоді она вже весила в своїй 13, коли ви її решили отдати в психіатрическую клінику? Я зараз не вспомню, честно сказати, скільки тоді она весила тоді. Але її був вес критичний? Критичний, тоді. Тоді цовсім недавна вона розказала, якщо в 13 роки вона тоді начала худеть. Ну? Ну, как раз в Геленджике какой-то одноклассник сказал, что она жирная корова. Лен, это способно отложиться в голове у 13-летнего, или сколько тогда ей было, Лена? 13, да. 13-летнего подростка. Вот такая вот жестко обороненная фраза о том, что ты корова. И после этого девушка способна так катастрофически... Конечно, потому что совсем как раз возраст, когда девушки начинают влюбляться. 11-13, и вдруг такое услышать. Ребенок, который входит в анорексию, входит в нее постепенно. Родители, безусловно, должны были это увидеть. Потому что либо эта девочка, ваша девочка, кушала, потом поднималась в туалет и эвакуировала это все. У 13-летнего ребенка это не заметить нельзя. Совсем скоро мы узнаем, почему все-таки дочь Наталья начала худеть второй раз. Сегодня эта девушка, очевидно, впервые расскажет своей маме о том, почему она стала жертвой анорексии. Наталья, но вы пробовали Свету откормить? Конечно. Мы с ней готовили, и она при мне это все кушала. Но я видела то, что результата-то нет. Я ей задавала вопросы. Свет, а в чем дело? Вот мы с тобой сварили бульон, суп вкусный, ты его съела. А почему ты не поправляешься, а наоборот худеешь? У нее сердце начало болеть. Она жаловалась на головокружение. Вы предпринимали попытки ее спасти? Ну, конечно. Я постоянно с ней разговаривала. Итак, Светлана пропала без предупреждения, оставив прощальное письмо. Потому что, как уверяет ее знакомая, Светлана боялась, что ее снова поместят в психиатрическую клинику. А Наталья, мама Светланы, уверена, если бы не это лечение, то, возможно, дочери бы уже и не было в живых. Но что еще могло погубить Светлану? Какое признание здесь, в этой студии, сделает наша главная героиня? И сможет ли после этого мать простить свою взрослую дочь? Анорексия – это не самое страшное. Ведь есть же еще мысли о самоубийстве у этих детей. Она находится в состоянии аффекта. Возможно, ее либо скоро забрала, либо что-то еще произошло. Правда, я боялся, что она могла умереть. Что, действительно были попытки самоубийства? Алина, пожалуйста, признайтесь, что вам Светлана говорила о своем психологическом состоянии? Она ведь, насколько я понимаю, была с вами искренней. Да, она мне доверяла, потому что у нас одна проблема, и я ее понимаю. То есть у нее был один большой страх. Потому что в психиатрической больнице там идет акцент на антидепрессанты, транквилизаторы. Если бы она сказала, что мама, я болею, мне очень тяжело, она боялась, что после этих слов ее положат в психушку. То есть она маме не доверяла? Нет. Ну, возможно, в какой-то степени было у них доверие, но что касалось этой проблемы – нет. Но если в вас она нашла человека, которому смогла довериться, то можно предположить, что среди родных она была одинокой. Да, она мне говорила, что ей очень тяжело, ей одиноко, не с кем поговорить, не кому выговориться. Дмитрий, как вы думаете, а одиночество могло сподвигнуть Свету этому жуткому похудению? Я думаю, что она не одинокая в плане семьи, а одинокая в плане этой проблемы, так получилось, что она замкнулась в себе. Она одна в этой болезни, она скрывает от всех, ей стыдно, и одиночество – это следствие болезни анорексии. А как думаете вы, наши уважаемые зрители, может ли действительно вот одиночество спровоцировать у Светланы вот эту вот анорексию и эту жуткую болезнь, которая едва не свела ее в могилу? Напишите нам прямо сейчас на нашем сайте в интернете, его адрес на вашем экране. Спасибо огромное. Вот скажите, пожалуйста, вот ваша дочка в 13 лет прошла через такие психологические проблемы. Почему вы все-таки ее отпустили в 20 лет жить самостоятельно? Ведь она же жила самостоятельно, да, насколько я понимаю? С чем это связано? Самостоятельно она не жила в другой квартире, но я постоянно приезжала. Отдельно от вас все равно так или иначе? Приезжать в гости, жить вместе – это разные вещи, ведь анорексия – это не самое страшное. Ведь есть же еще мысли о самоубийстве у этих детей, правильно? Почему вы ее отпустили? Я ее не отпустила. То есть вы не задумывались о том, что… Она уже жила с мальчиком? Нет, нет. А, просто с одной, да? С братом. С братом в одной квартире. Ну, кто-то жил. То есть они жили вместе? Да. Алина, мы об этом, кстати, еще поговорим. Когда вы болели, кто вам помогал? Мама. Как она вас поддерживала? Во-первых, все начало с того, что она начала меня кормить. Она начала сидеть каждый прием пищи со мной и смотреть, чтобы я все съела. На тот момент для меня было самое страшное – это еда. То есть только при виде порции все, у меня страх. Вот. Я съедала порцию, начинала плакать. Она меня обнимала, она меня… Она мне говорила слова, что «Доченька, я хочу, чтобы ты жила, я хочу тебе только добра». Она брала меня, выходила со мной на прогулки, потому что я закрывалась от всего мира. Для вас это было ведь очень важно тогда? Да. Просто почувствовать ее руку и посмотреть в ее глаза, так я понимаю? Да, да. Если б не мама, у меня б уже точно не было. Потому что это очень важно, когда близкий человек всегда рядом. Хотя я могу сказать, что до анорексии у меня не было с мамой этих отношений. То есть, подождите, ваша болезнь вас сблизила? Да. У вас есть чувственное, что ваша дочь довела себя до такого состояния? Ну, в какой-то мере есть. Но я тоже работаю каждый день с 8 до 6 и добираюсь до работы час туда, час обратно. Оба ребенка на мне. Я кормилец семье. Мне приходится зарабатывать деньги на семью. Конечно, хотелось бы больше находиться с детьми. Я тут хочу честно защитить тоже маму. Поскольку, извините, остаться без отца, кормить двое детей. Это мегаполис. В Москву я знаю, что люди по 5 часов в пробках иногда стоят по дороге туда-обратно. И понятное дело, что какой-то момент упущения будет. Вот тут этот момент был потерян, к сожалению. Насколько изменятся отношения мамы и дочки в конце программы? И как анорексия повлияла на состояние внутренних органов Светланы? И главное, сегодня мама сможет увидеть здесь свою дочь впервые за долгие-долгие недели. Как она изменилась с момента последней встречи с матерью? Но прежде я хочу пригласить в студию нашего следующего гостя. Это тот самый человек, который похитил дочь Натальи. Но зачем он это сделал? Встречайте, пожалуйста, Валерия. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, где вы прячете дочь Натальи? Ой. Со Светланой достаточно сложная история. Но зачем вы ее украли? Ну, украли это громко сказано. Здесь больше подходит слово спасал. Потому что ко мне обратилась и Алина, и Светлана за помощью. О том, что я умираю, мне нужно что-то с этим делать. Светлана совершенно неделю ничего не ела. Единственное, что мне удалось по скайпу, я каждый день с ней общался, уговорить на две ложки овсянки и чай. Внимание на экран. Валерий – психотерапевт. Человек народився у Белоруссии. Там закінчив университет, кілька років працював у местной лекарни, потом переезжал до Украины. Удружился. Больше всего мне понравилось и затронуло работа в 10 отделении. Это женская вообще психиатрическая, где я впервые столкнулся с анорексией. Саме тогда в него выникла идея створить центр, где бы он смог помогать особенным девчатам. Я понял, что было бы здорово нам открыть собственный центр и оказать эту помощь на более обширном уровне, на более масштабном уровне, чтобы мы помогали в год не двум-трем пациентам, а десяткам и сотням. Теперь в этом доме человек проводит больше времени, чем у дома. Проте девчата сюда приезжают часто с большим противом. Что же это за место такое? Это центр по лечению пищевой зависимости. Там мы занимаемся реабилитацией клиентов с анорексией, с булимией, с ожирением, компульсивным перееданием. Это вы познакомили Светлану с Валерием? Да. Алина – это моя выпускница. Успешная. Успешная. Скажите, сколько оставалось жить Светлане, если бы она к вам не приехала? На самом деле, по поводу Светланы я был совершенно спокоен, потому что она меня обманула и сказала, что она весила 35 килограмм. И я ей, конечно же, сказал, что вес уже критический и нужно срочно обращаться за помощью. Расскажи об этом родителям, чтобы мы с родителями могли организовать эту поездку. И что она ответила? Она сказала, что родителям ни в коем случае не скажу, потому что они меня, ну, могут меня не понять и не разрешат к вам уехать. И когда Света уже взяла билеты, я ее встречал в аэропорту, я смотрю, и я понимаю, что там далеко не 30 килограмм. И когда мы приехали на отделение, уже вечером я ее взвешивал, там оказалось 28 килограмм. 28 килограммов. Получается, что этот авиаперелет был для нее смертельно опасным? Да. Если честно, я ждал ее около часа в аэропорту, и я уже думал о том, что, возможно, ее либо скоро забрала, либо что-то еще произошло. И уже хотел идти обращаться к службам аэропорта для того, чтобы поискать ее. Потому что, правда, я боялся, что она могла умереть. И если бы она мне сказала, что она 28 весит, я бы ей запретил бы, конечно, лететь. Я тогда очень сильно испугался. И я уже вечером, в субботу, в 9 часов вечера, я искал связи с врачами-реаниматологами для того, чтобы, на крайний случай, если остановка сердца или что-то еще будет, чтобы ее поместить в реанимацию. Скажите, Наталья, вы знали об этом? Нет. То есть вы не знали о том, что Света весила 28 килограммов? Нет, не знала. На момент побега в Украину? Нет. Как вы думаете, Валерий действительно спасал или рисковал жизнью вашей дочери? Я думаю, спасал. Спасал и рисковал. Спасибо. Но Светлана могла не долететь. Могла бы не долететь. Как это мне матери не страшно говорить, могла бы не долететь. Я хочу поблагодарить Валерия, потому что я как врач, я понимаю все то, что вы увидели. Потому что в субботу 28 килограмм нарушения обменных процессов, которые могут привести к самым непредсказуемым. Киев, гражданин Российской Федерации и необходимость реанимационных мероприятий ну 70 процентов, грубо говоря. Поэтому, конечно, вы профессионал своего дела. Это достойно уважения. Валерий, а как ведут себя в центре те, кого привезли насильно? Ну, на самом деле, пациентов, которые у нас насильно остаются, их практически нет. Клиенты, когда видят о том, что здесь не психиатрическая больница, что здесь не дают нейролептиков, антидепрессантов, других психотропных препаратов, что здесь такие же девочки, как они, они общаются, они сразу же находят понимание. Плюс я провожу первичную консультацию, они говорят, да, мы хотим остаться. Мы ведь побывали у вас в вашем центре. Да. Значит, это довольно необычное и довольно жутковато, я бы сказал, место. Вы готовы увидеть, где удерживают вашу дочь? Внимание на экран. Полностью наш побудь залежит от нас. Мы, как семья. Ранок начинается, соответственно, с зарядки, прибирания, готовения ежи. Есть такие нюансы, как отсутствие ручек на векнах, потому что есть випадки суицидального характера. Ключи от туалетов также против меня находятся в определенной человеке, потому что туалеты это на данный момент для нас повернение в минуле. Вилок у нас также нет, оскольки, снова же таки, схиляюшись до досвиду, был випадок устремления в себе выделки в руку. Ну, снова же таки, безопасность для всех девочек. Что, действительно, были попытки самоубийства? Попыток самоубийства у нас, слава Богу, не было. Ну, очки, сняты? Ручки сняты. Думаю, что лучше предупредить, чем потом решать последствия. Поэтому лучше сначала снять. Ну, послушайте, но напоминает палату строгого режима. Ну, на самом деле отсутствие ручек на окне особо не влияет на психоэмоциональное состояние девочек. По поводу вилок, да, у нас был случай, когда девочка хотела себя поколоть руку из-за того, что ее, ну, перед ней поставили тарелку с едой. Поэтому вилки мы убираем. То есть едят только ложками? Что вы скажете я считаю, что это как раз самые хорошие условия для выздоровления. То есть это лучше психиатрической клинике? Конечно. Итак, доча Наталья, возможно, умерла бы, если бы она не решилась тогда купить билет в Киев и улететь, рискуя своей жизнью. В этом уверен тот человек, который фактически спас нашу главную героиню. Исходавшая девушка могла бы, конечно, и не долететь, но судьба оказалась на ее стороне. Какую важную новость принесла Наталья своей дочери? И захочет ли после этого Светлана возвращаться с матерью в Москву? В какой-то мере постоянно ставить себе планку, которая недостижима. Эта штука конкретно ее загоняет постоянно в стресс. У нее были срывы, она несколько раз вызывала рвоту. Мне было страшно что-то рассказать, что мне накажут, что меня осудят, меня не примут. Зачем вы спали с братом? Валерий, вы много лет работаете с людьми, которые страдают анорексией. Сколько уже? Около восьми лет. Насколько сложно лечить это заболевание? На самом деле, я вот говорю всегда, что лучше вылечить десять наркоманов, чем одного человека с анорексией или с булимией. У вас медицинское образование, забыл уточнить? Да, у меня высшая медицинская. Высшая. Какая специализация? У меня специализация врач-психиатр-нарколог, психотерапевт. Почему все-таки вы сказали, тяжелее вылечить анорексию, чем наркоманию, к примеру? Дело в том, что в наркомании или в алкоголизме есть некие посторонние предметы. Это в виде наркотика или в виде бутылки с алкоголем. В анорексии или булимии этого постороннего предмета нет. Это еда, которая нам необходима и крайне важна для того, чтобы жить. И у девочек проблема находится именно здесь, в голове. Приходится набирать вес, когда всю жизнь, по лет 10, по лет 8, они этого делать не хотели. И им это очень сложно. И здесь возникает сопротивление. Вот мы делали не одну программу про девушек больных анорексией. И из этих программ я понял, что они очень умные и хитрые. Это верно. Во-первых, хитрость в том, что они потрясающе умеют прятать еду. Они вызывают роту в рукав, они могут через полчаса вызвать рвоту. У нас были случаи, когда девочки прячут курицу в носки или растирают под щеки и в волосах прячут, в лифчике прячут. То есть они очень изощренны в этом. Основная их хитрость это манипуляции родителями, потому что они, как никто, знают родителей и знают их слабые места и знают, чего родители хотят. То есть получается, что и Света в этом смысле с 13 лет стала такой хитрой и изощренной. Задача зависимого человека анорексии в том числе это создать созависимые отношения в семье и в окружающей себя среде. Это любые отношения в семье, где есть зависимый человек. Поэтому основная цель манипуляции это сохранить эти созависимые отношения. Ведь тогда она что? Она жертва. И жертву что все? Любят, уважают, ухаживают за ней, делают все, что она захочет. А быть в возрастных отношениях, где нужно быть самостоятельным человеком, отвечать за свои поступки, где... То есть Светлана манипулировала? Да. Внимание на экран. Будьте добры. Анна Кароліна Рестон відома бразильська модель. Дівчина сіла на жерстку томатно-яблучну дієту. При взрослі метр сімдесят три схудла до сорока кілограмів. Її доправили до лікарні з печенковою недостатністю. Лікарям так і не вдалося врятувати дівчину. Їй було 22 роки. Ізабель Каро – французька фотомодель, акторка і письменниця. Захворіла на анорексію через проблеми в дитинстві. Батько постійно був у відрядженнях. Мати страждала від постійних депресій, оскільки боялася, що донька виросте і також покине її. Ізабель, щоб зупинити ріст і заспокоїти матір, перестала їсти. Вона схудла до 25 кілограмів. Померла, коли їй було 28 років. Валерія Левітіна відома як жива мумія. З дитинства була повненькою і через це дуже комплексувала. Валерія перестала їсти, а щоб через виснаження не мліти, літрами пила каву. Вона схудла до 25 кілограмів. Померла у віці 38 років. Ну, от як би печально і страшно це не звучало, але по статистіки до 80% людей больних анорексії все-таки умирають. Скажіть, в центре вона їла то, що остальні їли, чи у неї був особий раціон? У неї був особий раціон. Во-первых, перше, що ми зробили, це змерити сахар, щоб вона не впала в гипогликемічну кому, а сахар був у неї дуже низкий. Вона їла тільки перемолотую пищу на блендере, тому що другою вона їсти просто не могла. Тобто, жилудок вже не мог перерабатувати цю пищу? Да. Вона атрофірувався? Вона атрофірувався, то есть він потеряв свої функції, кишечник практично не функціонувавав. Перший успех, коли вона все-таки почала їсть по полпорції у нас і перестала болеть їй пищевод, вона поняла, що це роботає, і вона тоді почала більше кушати. Коли давно ви не виділи дочь? Місяць. Місяць. Внимання на екран. Це ваш центр? Да. І сервіровка? Конечно. Ви з кожними проводите таку предварительну беседу, що треба сесть поїсть? На самом деле це заблуждення, що ми говоримо, треба їсть і так далі. Коли людина попадає в окруження, де його понимають, підтримують, вони самі починають їсть. І ми їх не уговарюємо зачастую. Да, бувають случаи, коли дівшки відмовляються від її, але тоді ми прибегаємо такими методами, як система штрафів через бали. Це, наприклад, всі дівчі не встануть з-за стола, поки ти не докушуєш. Тобі такі методи через совість. У вас абсолютно правильний, современий, европейський, американський підход. Дуже приємно, що це є в нашій країні. Я ще раз хочу вас поблагодарити. Більше місяця Наталья не видела свою дочь. Светлана собрала вещи, оставили прощальну записку і просто исчезла, купив себе билет рейсом Москва-Київ. Первое, що прийшло на ум, що дочку, можливо, викрали. Якщо б дівшка не уїхала, то, казалось би, можна, в психіатричній кліні і умерла б от істощення. В цьому, уверена, подруга Светлана, Алина. Неделю она нічого не їла, дуже плохо себе чувствувала. І она понимала, що она сама не справляється. Я искал связи с врачами-реаниматологами для того, щоб, на крайний случай, якщо остановка сердця чи що-то ще буде, щоб її помістити в реанимацию. Але яка новість із Москви сьогодні, можливо, визове у Светланы настоячу істерику. І почему після цього вона з'являється? Валерій, а срыви вообще у нього були за вот этот місяць? У нього були срыви, а она несколько раз визовала рвоту. Этот срыв був приблизительно місяць назад. За столом она делиться тем, що она ще боїться її, ще боїться, що її Тобто ці страхи, вони ще з'являються. Скажіть, ваше девочці, девочці з подобними проблемами, вони осознають, вони понимають, які вони? чи їм все-таки кажуть, що вони полні, чи що з ними відбувається? Що в голові? На самом деле, реабілитация дожна проходить волнами. Якщо у нього постійно все добре, значить реабілитация неефективна. Тому то, що у нього був срыв, це закономерність, котрій я був готов. По поводу того, що девочек, їх ощущення себе. Да, багато девочці набирають быстрый вес, наприклад, так же, як Светлана. Она набрала достаточно хороший вес за це время, але при цьому їх психологічне відбування ще не змінилося. Вони ходять по отделению, ходять в зеркало, щупують себя за живот, ругають себя, б'ють своє тело. То есть, вони ще не привыкли к цьому телу. Але давайте-ка все-таки попытаемся разобраться в причинах того, почему Светлана начала так катастрофически худеть, в причинах її анорексії. Саме время вызвати сюди нашу главну героиню. Но, прежде чем мы увидим Светлану, я предлагаю посмотреть, какой Светлана была месяц назад. Внимание на экран. Это самое худшее состояние Светланы 28 килограммов. Были сделаны эти записи в тот момент, когда Света только прилетела в Киев и поступила, собственно, вот к Валерию. Как Светлана воспримет ту новость, которую ей хочет сообщить родная мать? И сможет ли Светлана после услышанного продолжить своё лечение здесь, в Киеве? Встречайте, пожалуйста, нашу главную героиню. АПЛОДИСМЕНТОР 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 А мы пока обратим внимание на экран. Будьте добры. Святлане 24 роки. Редні та друзі називають її максималісткою. Вона до всього ставится прискіпливо. Досягла успехи в спорті, з відзнакою закінчила школу, потім університет. Мне это доставляет огромное удовольствие, просто живу этим. Саме під час навчання, коли ей виповнилося 22 роки, Святлана почала скидати зайву вагу. Невдовзі вже вважала 28 кг. Це нормальна вага для шестирічної дитини. Навіть розуміючи, що може померти будь-якої хвилини, Світлана продовжувала викидати їжу у смітник. Сім'я стала обращати більше уваження. З іншого боку, це худенька. Я думаю, о, блін, худенька, круто же. Не говорили, куди їжи більше. Думаю, блін, я ж могу не їжти. Лише одна людина могла вберегти дівчину від такого виснаження. Та нещодавно Світлана її втратила. О ком речі, Світ? Папа мій. Ви дуже тяжело пережили його смерть. Світ, ви не проти, якщо ми зараз покажемо те видео, що ви показували нашим журналистам? Будьте добры. Ви помніте, як знімали це відео? Як часто ви просматриваєте? Це віде ваш папа на ньому? Часто просматриваю. Каждий день? Часто мене 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 підтримуєте. Всіда підтримуєте. Чоловік, який мене підтримуєте. Ви почали худеть во второй раз именно после смерти отца? Та, навірно, скорей зього. Ну, почему вы нічого маме не говорили, Світ? Ну, никогда не було, навірно, доверительних отношений с мамою. Мені страшно було, що ли, поделитися з чимось. Все время казалось, що я сама все змогу. Якщо я поділюсь, що мене за що-то накажуть, що я буду якій-то не такий. Да, але папу ви не боялись так, як маму? Папа з нами не жил, може б, з-за цього. І якось таке... Всюди нас настраивали з братом проти папи. І ми вже в більш осознанній возрасте, коли перехідний возраст почався, поняли, наверное, що ми з папою можемо на всі теми общаться. І таке доверить чоловік, як друг, як брат. Ну, то есть, легко. Именно папе ви рассказали о своїх первих девчачьих проблемах. Да. І о своєм першому сексе. Наталья, вам не обидно? Мені не обидно, ні. Почему? Ну, тому що папа, це, наверное, тож родной чоловік. Не мені, так паці. Кому-то родному їй потрібно було розказувати. Ну, послушайте, це доволі странно, що дочка, якийсь з отцом, діляться, к примеру, о первих своїх девчачьих делах. Да, а не з мамою. Але все не совсем так. Ви слухно не слухте сейчас дочь? Возможно. Відповідь она, Света, только що сказала о тому, що она доверяла папі більше, а вас побаївалась. Наверно, і побаївалась. Не знаю, почему. Ви понимаєте, що с уходом папи Света стала совершенно одиноким человеком? Ні, я це не зрозуміла. Ви слухала тільки зараз. Я, як можу, підтримую її. І завжди її підтримую. І допомога моя буде, наверно, всю життя длиться. Але, як можу, я стремлюсь. Може би, де-то бути, як, внимательні. Пойдемте-ка, поболтаємо наедине. Ви тут, знаєте, батом пообнимаєтесь. Щас сидите, держите маму за руку, і вам, конечно, дуже складно відкритися. Але, тим не мене, коли ви поняли, що мама вас не слухає, і закралися від неї? Лет з п'яти, з шести. Такой розлад в семьі був. І мені казалось, що мені не слухають. Але мені було страшно що-то розказати, що мені накажуть, що мені осудять, мені не примуть. Тобто с папою такого не було? Ні. Що папа вам говорив? Як він вас підтримував? Психологічно мені підтримував. Говорив, що мені в мене все ж має. Мотивував на щось краще. Говорив правильні слова і знаходив до мене підход. Ми завжди говорив, що ти сильне, ти біец, ти справишся. Мама вам такого ніколи не говорила? Говорила, але... Говорить одно, а потім поступки говорити об обовратному. Мені б хотілося відношіння таких, як з папою, таких доверітельних, підтримувати друг друга. Але як ви думаєте, що мама має прежде зробити? Патратися слухати друг друга. І виговаруватися. Тобто, що внутри не держати себе, а виговаруватися. АПЛОДИСМЕНТЫ У вас відчинення того, що мама не повністю відкрита з вами? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, да, даже такая ситуація. Я говорю, мама, що... Чувствую тебе тяжело. Що у тебе на душе? Я понимаю, їй болюю дуже. Що у тебе на душе? Она говорит, я не хочу виворачивати свою душу. Я говорю, ну тебе же плохо. Нет, у мене все добре. Вот так вот. Хочется искренних таких отношений, щоб мама, як подруга, бляді. І хочеться теж узнать, як я можу помочь їй, як я можу заслужити її доверію. Тобто, ви готові зробити цей шаг навстрічі друг другу? Так, звісно. Я готова. І так, Светлана уверяє, що она почала худеть после потери папи, Который был самым близким для нее человеком. Но какая близость навсегда испортила Светлане отношения с мужчинами? Що наша главная героиня скрывала все эти годы? І якого послання привезла Светлане її мама Наталья? Вернется ли наша главная героиня после этого в Москву к своей маме? Якщо щось произойдет, потім ви винить будете только себя. І це буде правильно. Ти сделала огромний шаг вперед і не делай цей шаг назад. Їе желание улететь – це манипуляція, яка вернет її в те состояния. Тобто, якщо щось Светлану відпустити дому, то вона може сорватися? Свет, скажіть, а як ваш брат пережив потери отця? Посмотрите, пожалуйста, на мене. Як ваш брат пережив потери? Тоже тяжело. У нього тож були такі близкі відношення з папою? Ну да. Тобто, якщо ви так напряглися зараз? У мене є один вопрос, на який ви, можливо, не захотите відповідь, але я дуже хочу, щоб ви дали на нього ответ. Тобто, якими були ваше відношення з братом после того, як ви почали жити вместе? Нормальне все у нас було. Нормальне тож, як люди ругались і умерялись. Я спрашиваю о другому. Зачем ви спали з братом? Тобто, як ви спали з братом? Тобто, як мужчина і жінчина. Тобто, як ви спали з братом? Тобто, якщо? Тобто, якщо? Тобто, якщо? Тобто, якщо? Тобто, якщо ви хочете сказати, що це не було? Я не буду це комментируювати. Наверно, не було, просто не хочете об цьому говорити. Ми просто хотим действительно помочь, і помочь разобратися. Але для того, щоб разобратися в причинах вашей болезни, необхідно розказати, очевидно, обо всім. Ну, я не буду зробити, це нашо. Це робота личного характеру з психотерапією, я считаю. А не... Прилюдно і на всіх. Я не считаю нужним це делать, чесно. Це ваше исключительне право. Да, я поняла. Чому діти почали отдельно від вас жити? Вони отдельно-то не живуть від мене. В різних квартирах живете? Ми живем в іншій квартирі. Але я приїжаю і ночую з дітьми. Іногда. Раз или два в неделю? Ну, два-три раз в неделю. Якщо б діти взрослі не були, понятие семі, оно включає ежедневне пребування. Вот единый соціум. І коли мама приїжає, два дня живет в одной семье, два дня живет в другой семье, це не виспитання дітей. Нет, не в количестве дела, а в качестве. Можна провести час с ребенком в день, но ти получиш любовь, заботу, нежність. А може сидеть мама, папа, і ти сидиш, ти нічого, нічого злочитає дземно. Это ви сейчас говорите вам скільки років? Мене 23. Да, сейчас, да. Але в 5-6 лет дуже важливо було, наверное, постоянне пребування, да, там, постоянне внимання. В проблемах в 5-6 лет сидит. Возле мене була мама і папа в 5-6 лет, але я не получала любви і нежності, і понимання, тому головне – качество. Почти кажді выходні, в детстві, да, до 18-20 років ми жили в місті, одній сім'єю. Це обязательно театр, обязательно цирк, обязательно прогулка. Ну, це ви покупали удовольствие, понимаєте? Не покупала. Опять-таки, откупаясь. Да не откупались, поймите, для этого человека это є цена. Это є любовь. Света не хотела в цирк, Света желала, щоб мама просто її обняла і посидела на лавочці без сплата. А мама думає, що якщо вона купить все билеты, да все фінансове обеспечення, то це є любовь. Да вы поймите, не то смысл обвинять маму в цирк, то це є любовь. Це нічого не дає. Давайте-ка вернемся к вам конкретно. У вас ведь були відношення? Ну, да. Три года почти. Ну, так приличный срок, почему расстались? Ну, если все идеально, мне казалось, що що-то не так. Я не знаю, почему, було все слишком шикарно. Ну, например, що именно? Все, вообще, все було, як сказати. Он вас любил, он за вами ухаживал, он говорив вам теплые слова, нежные, он вас обнимал, так? Да. То есть то, що ви не получили в детстве от мамы. І ви в цей делі іспугались, так? Я почала говорити, давай сделаємо паузу, хоча чоловіку було від цього більно. Він говорив, що не потрібно, не потрібно паузу. Ну, в общем, ми зробили цю паузу. І як-то... А зараз ви общаєтесь з цим парнем? Ну, прошло полтора року, а потом вот он в мае написав, типа, «Привет, як дела? Надо увидеться, хочу звониться». А ви б вернулись в эти отношения, вот если вони були хороші? Якщо б у вас був шанс второй раз вернуться? Це вже не второй раз був, а третій. А, третій? Ну, хорошо, четвертій. Ну, якщо ви тянетесь к чоловіку, ну, вот какие-то... Третій раз, блин, я согласна була. Парня, а как, кстати, його зовут? Антон. Антон. Ну, есть ли у Антона слова, которые он готов был бы сказать Светлане? Об этом мы узнаем совсем скоро. Итак, на сколько килограммов смогла Светлана поправиться, находяся на лечении здесь, в Киеве? Вы когда взвешивались в последний раз? В пятницу. В пятницу. Может быть, взвешиваться здесь? Окей. Да? Сейчас, пока выносят весы, я еще вам вот что скажу. И что же за посылка ждет ее Светлану там за кулисами? Совсем скоро вы это увидите. Давайте вернемся к письму. Григорий, вы ведь изучали это письмо. Да. Первый фактор, на который я обратил внимание, это заваленные строчки в правую сторону. Но это говорит о сильнейшей потере энергетики человека. С точки зрения ее стрессоустойчивости, она сильная девочка. То есть она не слабачка. Единственный минус, она, знаете, в какой-то мере пришла к черте, когда она не знает, за что драться, за что воевать. Она утратила фундамент. Это буква Р, которая как раз подчеркивается определенным образом. Она идеализатор. В какой-то мере постоянно ставит себе планку, которая недостижима. Эта штука конкретно ее загоняет постоянно в стресс. Это реально так вот, ну, абсолютно сам согласен. Это очень уважаемый специалист. Мы его не зря приглашаем. Конечно. Спасибо. Григорий, скажите, а удалось ли вам в этих строках и в этих буквах отыскать причину болезни Светланы? Причины болезни здесь нет. Если брать в отношения ее семьи, там довольно такие, знаете, ну, суховатые, я сказал бы, рациональные отношения. Если брать, в чем она перебарщивает, это буква С и Щ, у нее довольно такая активно-агрессивная позиция, отстаивание своей точки зрения. У них, кстати, из-за мамы из-за этого конфликта идет. Они одинаковые полностью. То есть она не слышит маму, мама не слышит ее. Они обои, получается, в какой-то мере постоянно сходятся, как две скалы, пытаясь, ну, друг друга раскрошить. Чего я с вами разговариваю? Можно было с Григорием поговорить? Все у вас рассказывает. Так все? Скажите, а здоровье ваше за это время улучшилось? О, Господи. Я могу. Первая неделя. Это вообще бебец. Да. Это мы повезли вас на полное обследование. Да, я помню. Это вы такой, в Киев приехали. Совершенно две разные девушки. Абсолютно две разные девушки. Очень страшно. Страшно? Да, страшно. Скелет обтянутый кожей. Ну, да. Ужас. Что вы знали о своем здоровье? Какие были проблемы? Ну, вообще, проблем было негрости очень-очень много. Ну, с желудком, с печенью, с почками. Пойдемте взвешиваться. Давайте. В кроссовках, да? В кроссовках? Нет, ну, от кроссовки снять. Ладно, извините. Конечно. Так, сколько было в пятницу-то? 38. 38? Вот, 38,500. Однако, послушайте-ка, за месяц-то на 10 с хвостиком килограммов. Ну, слушайте. Вас пугают эти 38,5 килограммов? Точно? Точно. Наталья, вы довольны результатом? Ну, еще бы. Вы вообще предполагали, что дочь может так вот за месяц прибавить 10 килограммов? Это просто действительно сказочно. Сегодня ваша мама приготовила вам одно послание. Она не уедет из этой студии, пока не предоставит его вам. Но прежде я очень хочу показать вам, Наталья, на что пошла ваша дочка ради излечения. Внимание на экран. Фотосессия Это была ваша мечта? Да. Хотелось все время какую-то профессиональную фотосессию. Послушайте, вас со стороны сейчас вот не пугает такая ваша худоба? Мне не нравится. Конечно, надо поднабрать. Потому что детей хочу иметь. Ну, у меня мечты какие. Раньше вы не замечали этих костей? Нет, мне казалось. Ну, мне тоже казалось. Я пыталась об этом не думать, как-то загрузить в себя. Я так работаю, учебу, все, сейчас институт закончу, туда-сюда, и типа, все, все ок. Но мы ведь с вами договорились. Сначала вот эту фотосессию, а потом еще прибавить и другую, чтобы было проведем, да? Чтобы было уж так очевидно. Да, да, да. Антону хотели бы вы эти фотографии показать? Ну, блин, не в таком виде, если честно. А в красивом? Ну, в красивом, да, если б не было костяшек видно, то да. Мы пообщались ведь с Антоном-то. Он попросил нас кое-что сделать для вас. Опять испугались. Чего вы все боитесь? Может, поподать под зацельник? Он просил передать вам большой привет и сказал, что ждет встречи с вами. Держите. Вам приятно? Ну, да, я коллекционирую медведя, он это знает. Он вас до сих пор любит. Уж не бросайте больше его никогда, но сколько же можно проверять его чувства-то? Уже три раза. Причем, сами знаете, что больно делаете? А мужик, смотрите, какой у вас золотой. Медведь еще дарит после этого. У нас есть для вас кое-что такое, знаете, мотивационное. Давайте-ка посмотрим те фотографии, которые вам не стыдно будет Антону показать. Внимание на экран, давайте-ка. Просто Антон не мог приехать, он очень занят. Но у вас будет такой шанс. Антон не менялетен. У нас есть тщакии. Я по-русски-зот. Ч ÁLt. Ну, что скажете? Можно высылать. Вам какие фотографии нравятся больше? Так, правые. Правые, конечно. Да, круто. Сколько еще хотите поднабрать? Ну, хотя бы 47, точно, да. Что нужно делать сейчас, прежде всего, у Светлани для того, чтобы раз и навсегда наша главная героиня преодолела этот страх перед лишним весом. Сало мяса и буряк. Проблема этой болезни в том, что с ней нужно раз и навсегда покончить. То есть долечить ее до конца, чтобы рецидивов не было. То есть, если сейчас Светлану отпустить домой, то она может сорваться? Да. Наталья, а что вы хотите сказать своей дочери? Вы ведь с предложением приехали? Мы вчера приняли решение, что Света уезжает из центра на какое-то время со мной и с братом сегодня в Москву, ну, а через какое-то время возвращается. А вы не боитесь, что все-таки проблема еще не удалена? Я буду работать над этим. Если мама согласна работать, то я думаю, что все шикарно получится. Я все время, когда рискую, у меня всегда все складывается. Но только-только все начало налаживаться, может быть, действительно стоит пока остаться? Наталья, Свет? Наташа, а почему вы считаете, что сейчас, вот когда все-таки Свете удалось набрать так много, а для нее 10 килограмм, это просто космос, вы хотите ее забрать? Это единственные ребята, которые смогли ей помочь. Простите, я всю эту программу пыталась вас поддержать, но вы, как мама, сейчас можете достучаться до нее. И для нее сейчас важно остаться. У нее были рецидивы. Осталось пройти 10% этого пути, и девочка, может быть, будет наконец-то здоровой. Вы сейчас ее забираете, чтобы... Маме забирать все сначала? Зачем, Наташа? Зачем? Ну, я, во-первых, еще раз попытаюсь поговорить со Светой. А вы должны жестко поставить эти рамки. Подождите, Сергей, простите, Сергей. Здесь нельзя разговаривать. Что вы будете делать дальше? Что я буду делать дальше? Когда прийти в Москву, будем искать клинику. Так, подождите, вы все-таки будете забирать дочь? Работать на целой психологии. Да, мы так решили. У меня был такой опыт, я лежала в больнице, ну, у себя в Беларуси. Я тоже недолечилась, я считала, что я здорова, у меня все классно. Я поеду домой, мне тоже врачи говорили, что нет, еще рано. Я вернулась домой, через какое-то время я вернулась в болезнь. Свет, ну вот тебе мой совет, вот дойди до конца, вот поставь точку, вот над этой болезнью, вот до конца просто. Потому что то, что ты приехала, то, что ты уже побыла какое-то время, ты сделала огромный шаг вперед и не делай этот шаг назад. Дойди этот путь до конца. Я дойду этот путь до конца, я обещаю. Тебе кажется, что ты такая всесильная сейчас. Просто эйфория, эйфория. Я дойду этот путь до конца, я реально обещаю. Нет, вот я как врач поддерживает врача. Все пациенты с анорексией обретают самые изысканные методы манипуляции. Вы это как мать должны понимать. Сейчас вот ее желание улететь, это манипуляция, которая вернет ее в то состояние. Это псевдо, когда кажется, стало легче, понимаете? Валерий, вы согласен с коллегой? Я абсолютно согласен с коллегой. Дело в том, что пребывание становится немножко некомфортным и страшным для себя. Потому что, во-первых, достигнут эффект, есть эйфория. Это раз. Кажется, что я всесильна и все могу. Второе, то, что набрало 10 килограмм, извините, это очень большой вес. И человек кардинально изменился. И страх того, непринятие этих перемен, он очень высок. И из-за того, что она будет бояться снова поправиться, она начнет худеть. Я прекрасно понимаю человека, который сидит сейчас напротив меня, я прекрасно понимаю вас. И вот в нашей врачебной среде, в нашей врачебной жизни существует очень странное отношение. Когда ты лечишь человека, доводишь его до какого-то этапа, тратишь на это свои силы. Потому что процесс лечения – это колоссальные духовные затраты со стороны того врача, который осуществляет лечение. И потом на полпути пациент поворачивается к тебе спиной и говорит, ну все, ты никто, именно так вы сейчас поступаете. Я себе найду другого врача, приходит туда. Я не говорю, что я найду другого врача. Вы ищете себе другого врача. Нет, я не ищу другого врача. Происходит срыв. Срыв происходит всегда тяжелее, нежели то состояние. И потом он к тебе появляется и говорит, ну давайте меня восстанавливать заново. А тебе этого уже не хочется. Вы не боитесь потерять сейчас тех людей, которые вам помогли. Я пыталась вас максимально оправдать, но сейчас все в ваших руках. Потому что то, что было тогда, нет смысла обсуждать. Это прошлое. Сейчас есть другая ситуация. Света, взрослая девочка, ей 22 года. Но сейчас она находится в состоянии аффекта. Сейчас, к сожалению. Это внушение какое-то. И вы ведете сейчас на провокацию. Если что-то произойдет, потом вы винить будете только себя. И это будет правильно. Странно. Почему все-таки человек такая натура, которая не использует те шансы, которые дают ему судьба. Об этом говорит Украина. Об этом сегодня не могли и молчать. И мы спасибо, что вы с нами. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...